Всем привет, меня зовут Дмитрий Рогачев, добро пожаловать на мой канал и на Сокольническую линию метро, где ходят поезда разной длины. В этом видео мы с вами разберемся, почему так сложилось и когда же, наконец, на красной линии все поезда будут во всю длину платформы. Изначально, когда открылся московский метрополитен, поезда были четырехвагонными, позже стали шестивагонными, еще позже семивагонными. Сейчас к семивагонным номерным добавлены пятивагонные поезда «Русич» и только поезда «Москва» ходят восьми вагонными. Почему так? В советское время было понимание, что пассажиропоток столичной подземки будет очень сильно расти, поэтому все станции строились сразу с большим запасом на будущее развитие. В данном случае получилось, что поезда ходят вдвое длиннее, чем изначально. Сейчас эта линия обслуживается двумя депо. Первая, самая старая, северная, находится за станцией Комсомольская. Вторая, черкизовская, построенная для большой кольцевой линии, но используется сокольнической, потому что тот участок большого кольца так и не понадобился. Но дело в том, что при строительстве депо «Северное» был принят расчет на семивагонные поезда максимум, а когда строили черкизовское депо, было понимание, что стандарт московского метрополитена уже восемь вагонов. Благодаря большому запасу, построенному в советское время и некоторым особенностям с последней дверью последнего вагона, сейчас можно эксплуатировать на линии восьмивагонные поезда. Но в депо они не влезут. Это точно так же, как купить машину, а гараж для нее купить гораздо меньше. Получается, у вас часть машины будет торчать на улице и дверь в гараж вы не сможете закрыть. Здесь ситуация аналогичная, а старое депо еще и памятник архитектуры, не знаю насколько серьезного уровня охраны, но надеюсь, что оно сохранится и не пойдет под лишнюю застройку в центральной части города. Таким образом, все поезда, которые приписаны к депо Северное, имеют семь вагонов номерных или пять вагонов Русича, а те поезда, которые имеют восемь вагонов, числятся и обслуживаются в Черкизово. Но ситуация могла измениться еще несколько лет назад, потому что новое депо для Сокольнической линии было запланировано давным-давно. По самым старым планам, оно должно было располагаться за нынешней станцией Румянцево. Дело в том, что линия должна была уходить в этом направлении по давним проектам, плюс еще было понимание, что сюда должна была приходить одна из хорд, поэтому вот эта территория, которую сейчас занимает бизнес-центр, предназначалась для депо метрополитена. Но бизнес-центр в итоге занял все это место. При продлении Сокольнической линии дальше, в сторону Салаева, было принято решение построить депо за ним, и даже съезды в это депо были сделаны. Но каким-то чудесным образом так получилось, что территория депо была отдана под жилую застройку, что сказалось на расположении ближайших улиц и том, что до сих пор в этот угол не заходит ни один маршрут общественного транспорта. После этого было принято решение построить депо тоже после Салаева и чуть дальше, и тоже были построены съезды. Депо должно было располагаться в этом месте, оно должно было быть большим со съездами во всех направлениях, потому что было понимание, что новая Москва будет развиваться намного активнее, чем некоторые ожидали. Однако в последний момент люди вспомнили, что здесь находится огромный мусорный полигон, и оказалось, что работать в этом месте не очень безопасно. А строить жилые дома абсолютно нормально, поэтому депо здесь не построили, и долгое время не было понимания, где же оно окончательно будет. В итоге оно переехало за станцию Коммунарка, и сейчас уже строится на новом окончательном месте с выездом поездов, как в сторону станции Коммунарка, так и в сторону станции Потапова, которая строится сейчас в виде конечной Сокольнической линии. Плюс некоторое время депо будет обслуживать Троицкую линию, так что новый подвижной состав будет приходить и для Троицкой, и для Сокольнической линий. Соответственно, через год откроется депо, и где-нибудь еще год будет постепенная замена подвижного состава. Через пару лет можно ожидать, что все поезда на красной линии будут во всю длину. Спасибо за внимание, до новых встреч, пока!